В этом видео хотелось бы поговорить на тему одноклассника, который съел школьного питомца. В наше непростое время хотел бы тебе порекомендовать магазин ключей и аккаунтов GGSell. Цены здесь по сравнению со стимом куда намного ниже. А какие гарантии безопасности, если товар, например, окажется нерабочим? Обратившись в поддержку, вам помогут урегулировать вопрос и вернуть деньги назад. Перед покупкой рекомендую обратить внимание на рейтинг продавца и количество отзывов. Огромный выбор среди любимых игр и не только, к примеру, VPN-сервисов и прочих. Вас это ждет по ссылке в описании. В седьмом классе мы должны были сдавать биологию, по крайней мере так было в моей школе. Учитель хотел, чтобы его уроки были действительно классными, поэтому у него было куча рыбок по всему кабинету. И помимо них также были шиншиллы. У нас было просто много животных, о которых наш класс должен был заботиться. Например, банально их кормить. И по большей части это было довольно круто. Мы должны были гладить шиншилл и посматривать на рыбок, какими они были. Я думаю, что большая часть учеников из моего класса были абсолютно нормальными. И они никогда не думали, чтобы попробовать золотых рыбок, либо шиншилл на вкус. Но в моем классе был один ребенок, который явно этого не понимал. Потому что однажды мы были в лабораторных группах. Там нас поделили случайным образом. Каждая группа должна была сделать отчет по биологии. Мы там должны были записывать характеристики животных. И я с этим действительно странным ребенком, которого пускай будут звать Дима. Я, честно говоря, не знаю, откуда у него была пятерка по биологии. Потому что он явно из тех детей, которые смотрели бы на кошку и думали, что это собака странной формы. Вот таким был чуваком Дима. Но несмотря на то, что я был в этой группе с Димой и несколькими моими друзьями, мы были у золотых рыбок, записывая наши наблюдения. И он такой говорит, мне всегда было интересно, какая на вкус золотая рыбка. Это какое-то просто странное утверждение. Лично я никогда не смотрел на домашнее животное и не думал. Хм, интересно, какое же оно на вкус? Но я тогда просто от этого отмахнулся, подумав, что явно никто не будет настолько странным, чтобы съесть домашнее животное. Это явно не то, с чем ты сталкиваешься изо дня в день. Так что я думаю, что Дима подумал тогда, что мы были друзьями после того, как были в одной группе. Потому что я достаточно спокойно выслушал его странное утверждение. Я не был там каким-то задирой, что мол, ха-ха, ты чё, совсем что ли есть золотую рыбку? Кто это будет делать в здравом уме? И поэтому он подходил ко мне каждый день перед уроком и мы разговаривали. И в итоге у нас появилось две видеоигры, в которые мы вместе играли. И мы просто говорили о играх, но он определенно был странным. Частенько у нас получались достаточно углубленные разговоры на самые разные темы. И он то и дело говорил, что хочет съесть золотую рыбку. На что я начинал отшучиваться, как правило. Это одна из тех странных шуток, которые люди повторяют. Это похоже на то, что я говорю, о, я крутой. Это просто забавная вещь, которую ты повторяешь на одежде, что это правда. И однажды, перед тем, как у нас начался урок, Дима заходит, смотрит мне в глаза и говорит. Сегодня тот самый день. Сбрасывай с себя всю одежду. Так, это не тот сценарий. Далее он подходит к аквариуму, хватает своими руками золотую рыбку и засовывает её в рот. Просто проглатывает и даже не жует. Глотает и всё. Открывает свой рот, а рыбки-то там и нет. Весь класс замер, глядя на него в абсолютной тишине. Потому что явно никто не ожидал, что этот парень зайдёт в кабинет, съест золотую рыбку и сделает вид, как будто бы ничего не случилось. И вместо того, чтобы сказать, о боже, я съел золотую рыбку, или выдать какую-то подобную реакцию, Дима просто пошёл молча на своё место и сел за парту. Не реагирует, не улыбается, не смеётся, ничего. И это была не закуска, которая улыбалась в ответ, это была настоящая золотая рыбка, которая буквально минуту назад плавала в своём аквариуме. А теперь она в желудке Димы. И я обещаю, что Немо никогда теперь не найдёт своего отца в желудке моего одноклассника. Немо просто проглотили. В этот момент в класс заходит учитель и говорит, вау, ребята, почему у вас такой вид, будто бы вы увидели только что призрака. И одна девочка из класса, которая была с тукачкой, поднимает руку и говорит, Дима только что съел золотую рыбку. И учитель такой, что? И тут начинают вмешиваться другие одноклассники, говоря, да, Дима засунул руку в аквариум и проглотил рыбку. Учитель нам не верит, подходит к аквариуму, а там нет золотой рыбки. Она исчезла. Немо, покойся с миром, 2018 год. Я не знаю, Дима, ты съел золотую рыбку? На что он отвечает, да, я её съел. Зачем ты это сделал? Спрашивает учитель. И он такой, я не знаю, думал, что это будет забавно. На что преподаватель отвечает, что ей придётся отправить Диму к директору. А ему было всё равно, на что он отвечает, ладно, без проблем. Не жалуется, не плачет, просто снова ноль реакции. Дима встаёт и спокойно идёт в кабинет директора. Он определённо должен быть социопатом, потому что как можно быть таким спокойным, когда съедаешь прилюдно рыбку из аквариума? Но, несмотря на это, я думаю, он отведал из этой рыбки действительно свежие суши. Спустя два дня, как я не видел Диму после этой ситуации, на уроке математики мне сообщают, что я должен зайти в кабинет директора. Так, подумал я, должно быть всё в порядке, потому что я не делал ничего плохого, не совершал никаких преступлений. Ко мне просто не к чему докопаться, поэтому я должен спокойно идти в кабинет директора. И как оказалось, мне там хотели задать несколько вопросов по поводу инцидента с золотой рыбкой. Я такой, что? Что вы хотите спросить? На что мне директор отвечает, ты говорил ему съесть золотую рыбку? А я такой, что? Я никогда не говорил ему есть в поисках Немо. Он просто каждый день отпускал шутку о том, что хочет это сделать, на что я в ответ только смеялся. Потому что думал, что он реально шутит. И директор мне отвечает, ты смеялся над ним, чтобы его подбодрить? На что я отвечаю, нет, 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 нет. Если вы собираетесь меня обвинить в том, что я сподвиг его на этот поступок, потому что смеялся над его шуткой, вы же понимаете, что он явно нездоровый, я-то тут при чём? И директор такой, ну, он говорит, что чувствовал, что будто бы ты его подстрекал на это, и его родители думают так же. На что далее я, в принципе, ответил то же самое, что я просто смеялся и не более того. И скорее проблема в том, что нормальный чувак, коим он не является, делать такого точно не станет. После чего я получаю ответ, не кажется ли тебе, что не стоит смеяться над таким? И я такой, да, чувак, извини, что я смеялся над тем, что мой одноклассник говорил, что собирается съесть золотую рыбку. Как это просто можно воспринимать иначе? Ну и далее мне говорят, чего это ты так защищаешься, тебе же нечего скрывать? Да ничего, отвечаю я, просто как бы меня обвиняют в подстрекательстве. Ну и после 30-минутного расспроса, задавая одни и те же вопросы и получая одинаковые ответы, меня наконец-то отпустили в класс, сказав, что за мной будут приглядывать. Ну и я такой подумал, что может быть тебе стоило лучше присматривать за золотой рыбкой, чтобы к ней не было такого легкого доступа и тогда бы, наверное, никто ее не проглотил. Но на этом история не заканчивается, ибо после этой ситуации по школе начали ходить слухи, что это якобы я сподвигнул его съесть золотую рыбку. Из-за чего я направился в кабинет директора со словами, «Могли бы вы что-то с этим сделать, потому что сейчас многие считают меня в этом виноватым, хотя я тут ни при чем». Но, конечно же, как такового толка от похода к директору я не получил. Лишь в очередной раз услышал от него, что если я так бешусь из-за этой ситуации, наверное, мне есть что скрывать. Хотя меня просто не устраивало то, что меня обвиняют в том, чего я не делал. Спустя какое-то время в класс возвращается этот самый чувак, ему оказывали психиатрическую помощь. И знаете, что он сказал, когда мы с ним в первый день увиделись? Он говорит, что это якобы я подстрекал его на это, из-за чего я также достаточно сильно с ним начал ругаться. После чего мы оба оказались в кабинете директора. Заканчивается это все тем, что меня просто переводят в другой класс, чему я тогда был прямо, как и сейчас, очень рад. Но на этом все, ставьте лайки, комменты, колокольчики, пока. Продолжение следует...